День радио Это действительно профессиональный праздник Александра Степановича Попов Собственно, то имя великого ученого К которому относится Собственно, изобретение радио И, кстати, День радио Представляешь, 7 мая Какого года? 904-го, по-моему, да? 1895-й То есть, вот Александр Попов Представляете, включил радио А послушать-то нечего Вот я как бы желаю всем вам Чтобы с вами такого не происходило Чтобы включали радио День радио имеет прямое отношение к Дню Победы Дело в том, что именно в 45-м году, 7-го числа Было принято решение ежегодно Отмечать этот праздник Ну, а День Победы, как известно, послезавтра Так что эта рабочая неделя Будет не совсем обычной В среду мы прервемся на праздничные мероприятия Обратите внимание, у нас уже это вторая Такая получается короткая неделя из двух дней И еще нам одна такая предстоит после Дня Победы Да, но жизнь полна, как говорится, интересных моментов И сегодня мы на один из этих моментов будем затрагивать Тема первого часа Как ты сегодня очень мягко говоришь Тема первого часа касается, я думаю, многих-многих Я думаю, тысяч, десятков тысяч жителей областного центра Речь идет о том, что весна как-то вот Ну, в полной красе, наверное, еще не предстает Нет, но весна идет, мы видим это Весна идет весне дорогу Весне дорогу Снега практически не осталось Травка зеленее от птички Прогноз погоды смотрю на эту неделю В принципе, на этой неделе особо ожидать нам тепла и солнца не стоит Плюс 10, плюс 15 А плюс 10 для тебя уже не тепло, да? Ты как будто не в Вятке живешь Ну, хотелось бы, чтобы было все-таки побольше Ну, ночью-то около нуля Ночью-то около нуля, да Погода на самом деле сложная Уже присоединяются наши гости Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс Добрый день Добрый день Остальных гостей тоже представить нужно Сергей Береснев Руководитель Кировского филиала Т-Плюс Сергей Александрович, добрый день Да, добрый день Да, и Сергей Улетин Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области Добрый день Добрый день О температуре заговорили Продолжает, да, существовать это правило Что при температуре не ниже плюс 8 В течение 5 дней Отопительный сезон у нас должен завершаться Ну, если будут 5 дней, да, где температура средняя Подбираемся ближе, да, к теме Сергей Николаевич Да, это действует Да, действует Но постановления администрации пока на сей счет нету Ну, как бы фиксирует эти 5 дней администрация города, да Вот после этого она издает постановление только это Является сигналом для того, чтобы что-то изменить, да, в отоплении Для муниципального жилья Для тех домов, в которых нет муниципальных квартир В принципе, решение можно о продлении или окончании отопительного сезона Принять, в общем-то, и другим способом Это каким? Ну, просто принять решение То есть собрались, сказали, все, хватит? Конечно Фактически, это где отключается отопление? Отопление отключается внутри дома Задвижкой, да Просто другое дело, что когда распоряжение выходит администрации То управляющие компании делают это априори А если решение, ну, я так понимаю, что решение должно быть абсолютным большинством Чтобы никто не мерз, да Если дом и муниципального жилья там нет Если дом принял такое решение ТСЖ или ЖСК, кондоминиум какой-нибудь То они приняли решение, перекрыли задвижку И все, и не платят Но решение должно быть коллегиальное Старший по дому председатель ТСЖ не может в одиночку решать Разумеется Закрывать или закрывать Собрание нужно Иначе получит звоночек от прокуратуры Но опять же, у нас, если пока ты собрание собираешь Так тут уже администрация распоряжения выдаст Это сложное довольно дело Мы много раз об этом говорили, да? Но ведь в некоторых случаях не закончить пораньше А наоборот продлить цену-то Потому что когда начинают Ведь бывает так, что в период этот попали Распоряжение вышло Потом вспомните, как в прошлом году То есть фактически весь май мы топили Топились В начале июня завершился у нас затопительный сезон Итак, внимание наши слушатели 211 и 101 номер нашего разговора Мы сегодня тему будем обсуждать Сейчас четко произнесу Которая еще возникла в марте этого года Когда массовые жалобы стали поступать на то Что на улице, в общем-то, не слишком морозно А в квартирах по-прежнему трубы и батареи горячие И температура там доходит до 30 градусов и так далее Вот я сейчас читаю сообщения из соцсетей Записал себе Просто там десятки и сотни было этих сообщений Во всевозможных сообществах Сейчас за окном плюс 10 Батареи обжить все можно Форточки все открытые Температура дома плюс 35 Платежки высокие И вот много-много-много таких сообщений Я накануне тоже у себя на странице в соцсети Выложил фотографию термометра внутри квартирного У меня плюс 28 в настоящий момент И температура батареи, по моим ощущениям, градусов 60-65 Вот примерно так Довольно непросто в этих условиях Приходится оголяться Извините за интимные подробности Итак, что же происходит, Сергей Александрович Коллеги, я хочу пояснить И, наверное, даже в самом начале задать вопрос Температура летом в теплосистеме У нас идет со станции, с электростанции 77 градусов Летом Летом Для того, чтобы нагреть температуру горячей воды Со всеми потерями до 60 градусов Чтобы 60 градусов у вас могла бежать Температура горячей воды из вашего крана Сейчас со станции уходит температура на выходе 77 градусов Ничем не отличимая от летней Летом, наверное, никто не жалуется Что у кого-то батареи горячие Потому что они просто перекрыты Отключены А с какого момента 77 градусов подается? Ну, надо смотреть по температурному графику По крайней мере, сегодня из рапорта 77 градусов По-моему, с плюс 5 дневной температуры Среднесуточная где-то Ну, для сравнения, зимой в холодное время года 100-120, да? Не ошибаюсь Доходит Да, 120 Доходит Температура теплосиста И здесь, конечно, там, может быть, у меня профессиональные Какие-то перекосы И когда я еду и вижу о том, что открыты форточки Или открыты фрамуги окон То, конечно, это неправильно Это люди потребляют тот ресурс, который им не нужен Мы в прошлом году говорили массово о том, что надо ставить приборы учета Надо ставить приборы учета И, наверное, граждане нас услышали Управляющие компании под прессингом граждан Этот механизм сделали для того, чтобы контролировать свой ресурс Теперь осталось организовать работу с внутридомовой системой отопления То есть, если ресурс излишний То, конечно, регулятор должен ограничить потребление этого дома То есть, это можно сделать вручную через задвижки И это можно сделать посредством установки регулятора А, Сергей Александрович, вопрос такой Смотрите, вот задвижку можно просто задвинуть и прекратить отопление Либо можно регулировать температуру температуры внутри дома Конечно, задвижки регулировать это неправильно Должны стоять регуляторы Но если другого механизма нет, можно и задвижки регулировать Есть так называемые балансирующие клапаны Которые позволяют регулировать как раз объем подаваемого на дом теплоносителя И он ставится фактически вместо задвижки И стоит он 3-4 тысячи, если дом не очень велик Не велик, это сколько подъездов? Это 4-х подъездов, 5-этажный стандартный дом Плюс за установку еще столько же примерно Чуть поменьше, возможно, даже Никакого проекта там не надо Это просто решение жильцов Что мы хотим поставить такой балансировочный клапан Один раз поставили и, в общем, отрегулировали Можно дальше уже спокойно, без перетопов Вот это время, особенно осенью, когда начинается отопительный сезон Еще не так холодно на улице И весной, когда уже не так холодно на улице Просто убавлять объем подаваемого теплоносителя Потому что стец, как Сергей Александрович правильно сказал Меньше 77 градусов вода просто теплоносителя не подается Иначе горячая вода не будет горячей И, соответственно, в течение всего теплого сезона Предстоящим летом меньше 70 семей не будет Нет, да С проблемой внутри домов И об этом, наверное, мы начали говорить еще на общественной палате И поднимать эту проблему Чтобы обратить внимание управляющей компании Обратить внимание органов госвласти Я считаю, что, наверное, отчасти нам это удалось Я думаю, что Сергей Николаевич скажет подробнее Сергей Николаевич, давайте небольшую паузу сделаем По регламенту нужно прерваться Сейчас через полминуты мы продолжим Продолжаем наш разговор Где-то холодно, где-то жарко Управляющие компании не успевают реагировать на изменения погоды Со знаком вопроса Говорим мы о том, что многие жители нашего города Жалуются на жару в квартирах Африку в квартирах Африка в квартирах Это как раз-таки акция, организованная Центром общественного контроля В серии ЖКХ при Общественной палате Кировской области Акция проводилась еще в марте Да, Сергей Николаевич Итоги, по-моему, 30-го были подвинены еще Марта, или могу ошибаться С 19 по 23 марта Это она анонсирована была, да, изначально Непосредственно она проводилась После этого мы тоже принимали звонки За неделю поступило 396 обращений от граждан 396? 396 При этом надо понимать, что на вход работал только один телефон Если бы телефон, ну, как бы, все равно, когда идет заявка, телефон занят Практически все время телефон был занят То есть в течение пяти дней 400 звонков, да, получается? Да, да То есть телефон практически не умолкал По 80 звонков зарабочили, ну да Мы на разной тематике проводим горячие линии И могу сказать, что вот такое количество обращений Это было самое горячее из всех горячих линий Да, практически Африка Ну да И после этого еще поступило 81 обращение Несмотря на то, что акция закончилась Люди все равно звонили Мы за эти заявки принимали, отрабатывали И после этого, ведь задача была какая? Понять, а, масштаб бедствия Б, выехать на объекты и посмотреть, а кто, собственно, виноват Потому что жители обычно попадают в какую ситуацию Он идет в управляющую компанию, они говорят, это энергетики Он звонит энергетикам, они говорят, у нас все нормально Это управляющая компания? Это управляющая компания И поэтому мы пошли на реальные объекты И на домах Октябрьские 104 и 102 А по какому принципу, простите, вы отрабатывали эти сигналы? Там методом тыка, не знаю, или... Ну, совершенно произвольно Потому что, если бы, ну, скажем так Звонки были со всех районов города И поэтому, ну, просто вот взяли, сказали, что давайте вот пойдем У нас было два выезда Первый на те дома, в которых свой индивидуальный тепловой пункт Где тепло фактически регулируется И на ЦТП Вот вторая поездка была на ЦТП Значит, и там, и там ситуация одинаковая Ресурс практически подается надлежащего качества Заходим в квартиры, поднимаемся на верхние этажи Говорим, да, от вас поступали обращения, можно ли замерить температуру? Температура действительно выше И дальше возникает вопрос По графику температура подается По графику График ведь, мы уже проговорили вот в первой части, да, что он зависит от наружной температуры наружного воздуха Но она в течение суток меняется, да? Еще как Еще как По весне особенно, да И поэтому Для разных домов Эта температура на самом деле Нужна в разном количестве Мы помним, что такое Процесс отопления дома Это компенсация потерь Через ограждающие конструкции И поэтому, если современные конструкции У нас там сколько Требуется Метр двадцать не меньше кирпича А если То есть, то, что хорошо для старого дома То абсолютная жара для Нового, построенного по современным требованиям В общем-то С меньшими теплопотерями, да? Да Так и получается Но, на самом деле Это, видите, первая половина маргезонского балета Дальше надо задавать вопрос Кто виноват, собственно Кто за это отвечает Кто отвечает за то, чтобы у нас температура была надлежащего качества Согласно жилищного кодекса За это отвечает управляющая компания И все вопросы, собственно, к ней Первое Второе Есть судебная практика Есть в 354-м постановлении Даже ссылка на то Насколько должна быть понижена Плата за отопление При подаче неделяющего ресурса за тепло 0,15% за каждый час А если ресурс подается в избытке Это тоже получается ненадлежащее, да? Потому что превышение температуры Обычно у нас как понижение считается Меньше подали Вот мы там компенсацию получим Вот можно подавать в суд Как за понижение температуры Относительно нормативного Так и за повышение И за превышение тоже, да? Да, а превышение всего на 4 градуса теплее От нормативного И это уже идет Норматив, давайте напомним Квартира В нашем климате 18 В центральных помещениях В угловых квартирах 20 20 18-20 То есть В холодное время Или круглый год В отопительный сезон В отопительный сезон Не ниже Это крайние показатели Да, не ниже Это крайние показатели Да, но они выше Есть такие показатели Чтобы сказать, когда Плюс 4 градуса Плюс 4 градуса То есть если у тебя Вот 24 условно говоря У меня 28 У тебя 28 Значит у тебя уже 4 Поверх самого максимального Да Иди в суд Подпустите Пожалуйста Сегодня праздник До свидания Сегодня праздник Вот То есть Разобрались То есть Температура Ресурсники В некоторых случаях Не могут опустить ее ниже Для того Чтобы соблюсти Требования по горячей воде В большинстве старых домов Ведь То, что проговорили Можно вручную регулировать Можно Чем это заканчивается Задвижкой вот той самой Да Вот этой задвижкой Чем это обычно заканчивается Особенно в начале Отопительного сезона Тем, что когда-то Эту задвижку Забывают Открытие Резко похолодало То есть Худшее, что может случиться Можно заморозить дом Поэтому Давно уже И в Кирове И Обязательно К применению на новом домах Это погодная автоматика Которая без вмешательства Человека работает Которая без вмешательства Человека По определенным уставкам Регулирует И Это Совершенно Посильное по деньгам Оборудование Которое Применяется массово То есть Это какого порядка посильного То есть Речь идет о Десятках тысяч От полутора До миллиона на дом В зависимости от дома То есть Мы всегда говорим Все равно сумма довольно серьезная Сумма серьезная Но надо понимать Что она окупается Вот видите Почему у нас еще этот год Стал таким Чувствительным С точки зрения Вот Температуры в квартире Я хочу всем напомнить Что мы перешли с Одной Двенадцатой На одну восьмую И Понятно что Как только подоржал этот ресурс В конкретном месяце Люди начали говорить Ага У меня фурточка открыта У соседа открыта Мы когда приехали Вторая поездка У нас была еще потеплее Мы ездили В район Филейки Там не то что На первом этаже Вернее на верхнем этаже Обычно на верхних этажах Начинают фурточки открывать По всему стояку Открыты окна Причем Это было рабочее время Можно предположить Что когда люди возвращаются Они еще в части квартир Тоже это продолжают открывать И здесь мы вопрос делим На несколько частей Первое Да Управляющая компания Да Ее надо Подстегивать Чтобы она этим вопросом Занималась Потому что Это ее зона ответственности Первое Второе С чем мы столкнулись На конкретных квартирах На Октябрьском 102 Когда мы выходили Из подвала После замера Женщина Мы говорим Женщина вот как Она конечно говорит Нас Перетапливают У меня в квартире 32 Пойдемте ко мне Эти годы Мы еще и платим Когда поднялись на пятый этаж Все форточки открыты При этом действительно Термометр показывает 32 При всех открытых форточках При всех открытых форточках Ей задают вопрос Ну вот да Окей там Управляющая компания Там редиски Вот еще что-то Вот у вас в доме Сделана капитальный ремонт Системы отопления У вас на батареях Стоят регуляторы Вы бы если их убавили То у вас в квартире Стало бы комфортно И все вместе Вы стали бы платить меньше То есть у нее в квартире Есть регуляторы? Да Да Она просто наверное Не знает об их существовании Не знает что их можно Ими пользоваться Вот у вас на батарее Если кран стоит Ну вы же понимаете Что его можно убавить Ведь вас не надо Специально учить Для того чтобы Побежала быстрее Вода из-под крана И его покрутить Ну как-то нет привычки К тому что на батареях У меня вообще батареи не видно Так что я не знаю Может там что есть Наверное это надо Сделать одну из тем Семинаров Как регулировать Обучающего Это мне кажется Гораза проще Батареи внутри дома Если прошел Капитальный ремонт в доме И им поставили Новая батарея Да где есть регулятор То можешь просто Повесить Вот простую Такую тупую штучку Нарисовать Вот крантик ребята Вот сюда Больше сюда Меньше Там на кранике Нарисовано по-моему На всякий случай Чтобы не понимали Что они думают Что нельзя Может она думает Вот поставили Нельзя трогать Там что-нибудь Подрогаю Меня там штрафуют Самое интересное В позиции этой женщины Было даже не это Она когда Ей сказали Ну вот если регулятора Можно же убавить Она говорит Ну конечно я убавлю А другие не убавят Поэтому нет Я тоже убавлять не буду Вот это вот Апофеоз по-моему Вот я говорю Просто человек не знает Не знает Как себя вести В такой ситуации Что ей будет Если она повернет крантик Она не знает Конечно Конечно не во всех домах Это есть Есть вообще Старинные народные Способы Сделать у себя Не так жарко Не открывая окно Это Обыкновенное Одеяло там На батарею Я не призываю Заниматься И тем я Не не я тупо Ну это Сергей Николаевич Одеяло на батарею Оно не снижает Плату за тепло Снижает В отличие от Форточки Снижает Каким образом А тепло Не отдается В доме Оно не потребляется Повышается температура Обратки И прибор считает Уже меньшее количество тепла Вот как раз Это более экономически Эффективный способ Но это не очень хорошо Теплоэнергетикам Потому что Температура Обратки Завершенная Получается Теплоэнергетики Улыбаются Сергей Николаевич Поясните В чем не хорошо Конечно Если есть регуляторы Никаких бабушкиных Способов Использовать не надо Точно надо Идти в управляющую Компанию Точно надо Ставить регуляторы Желательно Погода зависимая Чтобы несколько Вот почасовое Изменение Шло А не так Когда работает Сантехник Точно надо Вот такие Системы ставить И вот смотрите Опять же Возвращаясь к тому Что большинство Приборов Учета Уже поставили В своих домах Остается Сделать Потребление Такое Какое Хочется Какое Требуется Нормативное Потребление И без автоматики Я считаю Что Какого-то Движения Вперед Не будет Конечно Я за то Чтобы была Автоматика Чтобы Там Бабушкины Способы Нам не Пригождались Автоматика Она на любом Доме Даже там Самым Старом Можно ее Установить По вашим Оценкам Сколько Таких Автоматических Регуляторов В областном Центре Установлено Если приборы Учета Мы как-то Говорили В нашем суде Уже большинство Домов Оборудования Прибором Учета Я боюсь Ушибиться Но Все дома С 2000 Примерно Года Они уже Автоматика Новые Дома Когда Которые Вводились В эксплуатацию После 2000 Года Уже Было Требование Поэтому Они Оснащены Это Примерно Около Третьи Жилфонда Кирова Сейчас Оборудованы Такими Автоматическими Системами Четверто Точно Ну Просто смотрите Даже будет Автоматизированный Тепловой Пункт Это Тоже здорово Но Если говорить Про Отдельно Взятое Помещение Здесь Ситуация Какая Есть Южная Сторона Сейчас Солнце Яркое Инсоляция Через окна Идет Понятно Что температура В помещении Повышается Есть регуляторы И локальные На каждую Батарею Ставится Регулятор Который Ты не сам Крутишь А который Автоматически Поддерживает Температуру В помещении К помещению То есть Именно Ты задаешь Температуру В помещении И он уже На эту батарею Вот здесь Вот непосредственно Они Без батареек Они Прямого действия Регуляторы Стоят там Разумно Так Разумно Опять же Ну уточните Разумно Потому что Условно Вы сказали Там стоит Разумно Миллион полтора На дом Из 60 квартир Миллион Раскинуть Это довольно таки дорого Ну до 2000 До 2000 Это реально разумно Для человека Но это на одну батарею На одну батарею И надо понимать Что тепла Они не прибавят Но могут Уменьшить Могут убавить Да Вот это О чем мы и говорим Сегодня как раз А еще Сергей Александрович Извини Ведь еще Одна вещь Которая Выявилась В результате этой акции Когда мы начали Разговаривать с управляющими Компаниями Нужно понимать Что Для них этот поток Жалоб Который потом Перенаправляется Люди-то Грамотные Они сразу пишут Жилищную инспекцию Он тоже не нужен И они говорят Мы в некоторых случаях Делаем температуру выше Потому что Не отрегулирована Система Или есть житель Которому Холодно И он уже всех Завалил жалобами Хотя Холодно Несмотря на то Что там под плюс 30 Ну Под плюс 30 Ведь мы Разные ситуации бывали У него боковая квартира Стояк не прочищен Трубы старые К нему поступает Совсем чуть-чуть А регуляторов По стоякам Предположим нет А еще Бывает такая ситуация Когда Люди Которым В зимнее время Холодно Есть Байпасы Так называемые Батареи Вот такая трубочка Которая Перемыкает Они Берут И в летний период Ее удаляют И весь стояк Начинает мерзнуть И как только Кто-то вмешался Кто-то поставил Больше батареи Вот вообще Жители Вмешиваясь Вот я Пользуясь случаем Хочу обратиться Ко всем В целом В целом На теплой системе Дома Лучше Лучше регулятор Лучше регулятор поставить Батарею Для того чтобы Если холодно Я хочу место Место освободить Хочу Просто там батарея Восьмереберная Висит Я хочу поменьше Все-таки А у вас Какая система Отопления Она Пятиэтажка Классическая Пятиэтажка То есть Последовательно Будет протекать Байпас Есть Надо смотреть Я не задумывался Что такое В принципе Можете уменьшать Но Обычно Это не делают Что по итогам Это горячая линия Вот выезды были Куда дальше Пошли жалобы Как Работу построили Традиционно Мы все обращения Направляем В управляющие Компании В надлежащие Органы Но Мы для себя Сделали очень важную вещь Поняли Что В большинстве случаев Необходима Просветительская работа Она у нас Впрямую записана В нашей Обязанности Центра общественного контроля Мы скорректировали На летний период Свой График Семинаров И точно будем Рассказывать Про то А Как можно Регулировать И на чем Еще можно Экономить То есть Вот Такие Ликбезы Точно Нужны Потому что На Пробном Семинаре Который мы Проводили В том числе С ПАОТ Плюс Оказалось Что Управляющие Компании Иногда Людей Вводят В заблуждение Говорят Что Работы Которые Как мы уже Называли Стоят 15-20 тысяч Они говорят Ну это 100 тысяч Да еще неизвестно Когда сделано Проект Да А с каким Это умыслом Они Ну а Чтоб Не делать Такую Аргументацию Приводят Почему Чтоб Люди Охнули И сказали Недорого Или Чтоб Заработать А вдруг Согласятся Полновесный Рубль Получается Ну Поэтому Первое Мы Всю информацию Раслали Для Обработки Второе Мы Скорректировали График Семинаров И мы Будем Проводить Их Не один А Целую Систему Семинаров В течении Лета Такой Ближайший Семинар По этой Теме У нас Запланирован В второй Половине Мая В Мурыгина Потому что Там Подобная Ситуация Ну Наверное И На этом Пока Все С графиком Где можно будет Знакомиться Семинаров Это не все Это только начало График Наверное Я думаю Что Общественная Палата Выложит Самое интересное Сейчас пойдем На рекламу Будет Опубликован Этот график В любом случае На сайте Общественной Палаты Мы знаем Что у нас Сейчас есть Звонок Давайте попросим Нашего слушателя Немножко Подождать Потому что Время рекламы Подошло Вернемся Через Полторы минуты Жарко В квартирах Что с этим Холодно А где-то холодно Кто виноват Как собственно В комфортных условиях Продолжать проживать Давайте еще раз Напомним Наших гостей Вот сейчас Сергей Александрович Очень важную тему Поднял в перерыве Мы хотим Чтобы она была Озвучена Ну Сергей Березеев Директор Кировского филиала Т-плюс Сергей Улитин У нас в гостях Руководитель Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области Олег Прохоренко Руководитель Пресс-службы Кировской филиалы Т-плюс Фонд капремонта Вы сказали Тут тоже Одна из заинтересованных Сторон Сейчас быстро Прокомментируем Есть поправки В законодательство Согласно которым При капремонте Обязательно приборы Учета тепла Должны присутствовать Продолжите пожалуйста Да Давайте коллеги Скажу о том Что в текущем году Здесь на уровне Кировской области Приняты такие решения О том что Отдельные виды работ Установленные Для фонда капремонта Это установка Общедомых приборов Учета Это интересно тем У кого не стоят Приборы учета Или когда-то В ближайшем времени Они будут выходить Из эксплуатации У каждого прибора учета Есть срок эксплуатации И установка регуляторов Это позволяет Вот эти денежные средства Не обязательно самостоятельно делать Но эти работы Можно выполнять При проведении Плановых работ Фондом капремонта На домах Которые уже запланированы Есть возможность У фонда капремонта Принимать эти работы От граждан То есть Как таковой зачет Будет зачет То есть Граждане сами Установили Дополнительные регуляторы Или приборы учета Предъявляют всю документацию Фонд капремонта И фонд капремонта Делает переплату У каких-то граждан Которые скидывались Денежными средствами И они В последующие периоды Не платят За капремонт То есть Это хорошая история И вот Я считаю Но главное договориться Нужно скинуться заранее На эти вещи Как таковое Либо дожидаться Все-таки Планового ремонта Звонок у нас Алло добрый день Вы в эфире Как вас зовут? Алло добрый день Алло Видимо нет у нас Пока Сорвался слушатель 211-101 Еще раз повторяем Номер нашего телефона Тема актуальная Ну вот когда Николай сказал До начала передачи Жарко не жарко Если жарко То мы Открыванием форточек То добьемся Все-таки А вот что делать С платой-то Что нужно предполагать Что мы будем Платить По итогам мая Такие весомые цифры Сергей Николаевич Я думаю Что сейчас Мы разделимся На две категории И те У кого приборы Не стоят Те которые Всю зиму платили По нормативу В мае Не заплатят Как бы у них Не топили Ни копейки За отопление Потому что Май уже попадает Вот Да это уже Тот девятый месяц Тот девятый месяц Который Но с другой стороны Вроде как бы хорошо Но при этом Они Вне зависимости от того Сколько дом потреблял Они полной ложкой Платили Весь отопление И в сентябре И даже если Два дня было отопление Воспоряжение В администрации города Ты платишь за весь месяц Если ты на нормативе Поэтому это имеет Как свои плюсы Преимущества Так и минусы Ну весенние плюсы Осенние минусы С точки зрения того Что Ты можешь экономить Это возможно только Если ты Оплачиваешь По счетчику Но при этом У тебя есть Всегда Хорошо там Где дом Жители дома Умеют объединяться Умеют закрывать Двери в подъездах Утеплять чердаки Утеплять подвалы Когда эти мероприятия Проведены И ты Несколько можешь Уменьшить задвижку Ты можешь сокращать Теплопотребление И сокращать Стоимость Платы За тепло Чем лучше дом Подготовится К зимнему периоду С этой точки зрения Тем меньше Он будет платить И это нужно осознавать Буквально договариваться Со своими соседями На собраниях И как можно меньше Потреблять тепла Потому что тариф Он един для всего города Кирова Он принимается И несмотря на то Что с июля прошлого года Тариф не менялся Люди считают Что все-таки Стали платить больше Тариф точно такой же Просто Система оплаты По факту потребления Она несколько меняет сознание И ты действительно Начинаешь задумываться Почему так много Я потребил За прошлый месяц И это дает возможность Начать думать А как сэкономить Возможно поэтому Так много звонков Было на горячую линию Что люди уже стали понимать Что это прямая зависимость От температуры в квартире И от кошелька Вообще на самом деле Давно известно Прямая зависимость Стоимости ресурса И того Насколько люди потребляются Вообще На западе Вопрос здесь стоит Даже не так Мы привыкли Все время Ориентироваться Только на стоимость тарифа На самом деле Кроме На нашу плату Кроме стоимости тарифа Влиет на самом деле Сколько мы этого ресурса Потребляем И чем теплее у нас дома Чем правильнее у нас Работает автоматика Чем лучше все организовано Тем при одном И том же тарифе Мы на самом деле При комфортной При одной и той же Комфортной температуре Начинаем платить меньше Вот это очень важная вещь Которую надо понимать Закрыл форточку Заплатил меньше Ну понятно что При сопоставимых условиях Отрегулировал Заплатил меньше Закрыл По делам Батарею Заплатил меньше Тут есть еще один нюанс Конечно В новых домах Сейчас в Кирове Даже по-моему Такие дома есть Там где Учет идет по квартирной Есть возможный Возможен по квартирной учет На каждом Да И там ты уже экономишь Сам Да Ты знаешь что Чем меньше Чем сильнее Ты подзакрутил батареи Пусть ты немножко поверзнешь Но ты меньше заплатишь Система отопления В старых домах Она все-таки Ну в большинстве домов В Кирове Она другая И здесь можно экономить Только договорившись Всем домом Ну да Стандартный вопрос Который задают на семинарах Можно ли поставить Теплощетчик На отдельно взятую квартиру В стандартных домах В которых большинство живет Невозможно Невозможно Когда система Технически Возможно Но это будет Теплощетчиков Поставить на вход И на выход На каждом стояке И это точно не окупится Даже с учетом экономики Скорка выделки не стоит Да Есть строители И это очень радостно О том что сейчас Горизонтальная разводка Появляются приборы учета Вот на лестничной площадке По теплу Компания железная идет По этому направлению Я был бы рад Если бы все строительные компании Перешли на эту технологию Когда у каждого Свой прибор учета Жарко отрегулировал Холодно отрегулировал И каждый живет В комфортной температуре Ну кстати По вашей информации Когда все таки Может быть Есть какие то сигналы Уже из городской администрации Когда официально будет Потопительный сезон завершен Обговариваем с этим вопросом Среднесуточная температура 5.05 мая Была Плюс 6.4 Среднесуточная 6.05 было 8.8 И вот Мы от этого дня Отсчитываем сейчас 5 дней Я думаю что 10.11 мая У нас Закончится Отопительный сезон Ожидаем мы Что 10.00 мая Либо 11.00 мая Мы проведем еще Испытания максимальными Температурами По зоне Кировской ТЭЦ-4 И ТЭЦ-1 То есть Большую часть Города мы захватим И проверим На готовность Системы теплоснабжения К прохождению Следующего отопительного сезона Посмотрим узкие места Для того чтобы В летний период Восстановить Отремонтировать И быть спокойным За прохождение Следующего запаха Это не хотелка Теплоэнергетиков Это требование Законодательства Что раз в 5 лет Необходимо Максимальной температурой Как раз На входе В отопительный сезон Максимальная Сколько? Из отопительного сезона Испытывать Систему теплоснабжения Сколько максимальных 130 130 Может предупредить Слушатели Жители города Что-то Они будут отключены Отключены Они будут отключены Но в это время Надо быть осторожнее Еще раз напомните Когда? Это либо 10 Либо 11 10 11 Это на этой неделе Либо в четверг Либо в пятницу Получается То есть полностью Отопление будет отключено Горячая вода Будет отключена Но при этом Во всех трубопроводах Которые идут по городу Будет максимально горячий Подаваться теплоноситель И это С точки зрения безопасности Если у люка Будет где-то парить То есть надо об этом говорить Машину рядом Не ставить точно И предупредить детей Чтобы они не гуляли Рядом играли С люками Да Ну и самим быть Максимально собранными И осторожными Находясь рядом с теплотрассами Звонок примем Звонок, да Добрый день Добрый день Как вас зовут? Надежда Да, Надежда Вот я хочу спросить Почему От нуля До 10 градусов тепла Температура в трубопроводе 77 градусов Но ведь Разница в 10 градусов А температура Одна и та же Вот потому и парилка В квартирах Надежда, понятен вопрос Во-вторых Когда вот этот Приняли этот норматив 77 градусов Раньше ведь 60 градусов Вроде норма была Надежда, понятен вопрос Сейчас вам ответим И значит вот эти вентиля На трубопроводе Это зависит от Высокой сознательности Всех жильцов дома А если один отключает Закрывает этот вентиль А другие Круглосуточно держат Открытыми окна Любят жару в квартирах То от этого У сознательного Гражданина Плата не уменьшится Он будет оплачивать Прихоти Вот этого Теплолюбца Ну все Все понятно Надежда, да Сергей Николаевич Вот с последнего Да Давайте вы Потом Сергей Александрович Продолжение Такая позиция Это то, про что я говорил Во-первых Если все остальные На растопашку А ты хотя бы один экономишь Уже меньше Уже меньше Хотя бы в той дольке Которая раскидывается На всех То есть здесь Как раз надо подавать Пример Вот эта история Там в 2000-е годы Когда только начали Ставить железные двери Я как раз переехал И поставил в подъезде У себя в квартире Первую железную дверь Пришли соседи И спрашивают Что ты не боишься Там вот у тебя У первой железной двери Я говорю Вот я с железной дверью А что бояться-то? Ну типа что Квартира дорогая Что тут же Что-то скрывают Что прямо к тебе Я говорю Вот я с железной дверью Не боюсь И подъезд посмотрел Посмотрел И примерно пол подъезда Поставил такие двери То есть надо подавать пример Надо не бояться Делать правильные вещи То есть железная дверь Это в том числе Шаг к сбережению тепла Что касается Сергея Откуда взял Такой 77 Норматив Норматив точно Существует Для Конечного продукта Для температуры Горячей воды 60 градусов Достаточно Древняя норма Которая Правильная норма Не позволяет Развиваться микроорганизмам 60 градусов Горячая вода Это норматив Для того чтобы Приготовить горячую воду Как правило Там большая часть Города Кирова Работает на ИТП И приготовление Горячей воды Происходит Не на станции Происходит во внутреннем Контуре Либо дома Либо вот СТП Там стоят Теплообменники Для того чтобы С учетом всех Технологических потерь Которые есть При передаче тепла От системы Централизованного Теплооснабжения До системы Общедомового Вот как раз И надо Такую температуру иметь И дальше 77 градусов Да И дальше уже Регулировка У конечного потребителя Вся регулировка У конечного потребителя Что по отоплению Что по горячей воде Но мы должны Давать ресурс такой Который бы позволил Всем получить Температуру Чтобы все находились В равных условиях Да 77 градусов Если человек Не понимает У нас От наших магистралей Напрямую Не запитан Ни один дом В обязательном порядке Тепловой ресурс Идет через Приборный парк Общедомовой Это надо Чувствовать И понимать У нас есть звонок Ну вот если нам Звукорежиссер позволит Нам принять Несколько секунд Алло Добрый день Здравствуйте У меня такой вопрос К вам Очень быстро Буквально 20 секунд У меня панельный дом Первый этаж Солнечный район Я живу на первом этаже С 92 года У нас все время Идет Холодная вода Горячая вода Отопление Идет Сверху С 10 этажа Мы поступаем И у нас в квартире Всегда холодно было Всегда Как вас зовут Скажите пожалуйста Елена Ивановна Елена Ивановна Я думаю вопрос понятен Верхняя разводка На доме Да Я в двух комнатах Убрали Эти змеяки Такие длинные Которые совершенно Не давали Никакого тепла Я поставила Четыре ребра Обыкновенные батареи Лучше стало Больше стало Подпоступать тепла Но тем не менее Все равно Мы получаем Я доказывала ТСЖ Не ТСЖ А ЖКО Что у меня В подвале Холодно Замерзает На льда Вода Спасибо Спасибо Мы ясно Холодно На первом этаже Пару слов Здесь понятны Три вещи Первое Значит То что прозвучало Подвал Подвальное перекрытие Не утеплено Поэтому Дополнительная потеря Темпла через подвал Первое Второе На первых этажах Обычно При верхней разводке Всегда становится холоднее Потому что как раз Избытки тепла Которые могли бы достаться Первому этажу А через форт На верхних этажах Уходят Ну и третье То что Вместо скоростных Подогревателей Поставили Обыкновенные батареи Которые Совершенно по другому Гидравлика У них Я считаю Что должно было Стать хуже Конкретный совет Что делать Конкретный совет Разбираться Системой отопления Куда идти Регулировать На верхних этажах Для того Чтобы Вниз поступал Норматив В управляющую организацию Это да Но я думаю Что здесь еще Надо смотреть Теплопотери Через Подвальный утеплитель И распределение По стоякам Первый шаг Первое действие Это в управляющую компанию Обращаться И добиваться Чтобы она реагировала И фиксировать Ненормативную температуру Заниженную В этом случае Насколько я понимаю Занижена Спасибо Сергей Береснев Сергей Улитин Олег Прохоренко На этом завершается Первая часть Мужского понедельника Час новостей И следующая тема Через 20 минут Субтитры подогнал «Симон»